здравствуйте друзья сегодня у нас на дегустации на обзоре старка старка медовая это подарок от товарища старку пробовать мне вообще никогда не доводилось я слышал за такой напиток мне рекламировали говорили попробуй сейчас будет впервые на обзоре на дегустации как обычно объем 05 крепость 40 давайте откроем пробовать потом расскажу за состав с бутылки прям мед медом приятно приятный запах цвет насыщенный такой ух насыщенность насыщенность прям медовая приятно пахнет давайте будем ребят ваше здоровье мне вот знаете что с первых глотков то что я попробовал сейчас мне почему-то напомнило это вино массандровская модера да приятно послевкусие медовая а когда во рту немного подержать она какой-то сухофрукты сухофрукты да давайте по составу им расскажу здесь состава нет это мне товарищ подарил состав я нашел в интернете зерновой дисцеллят бренди вино настой яблочных и персиковых листьев цветы липы ваниль карамель выдержка 5 месяцев дубовых бочках цвет янтарный аромат коньячные сухофрукты да вот сухофрукты как раз да мед вкус до 100 процентов коньячный вкус с тонами шоколада и шоколада я не почувствовал вишни вани вани льда ну и мед конечно до 100 процентов послевкусие как нам заявляет длительное согревающие послевкусие вот согревающие не сильно согревающие неси ну как я не знаю может конечно как я и говорю сугубо лично но мне как-то она приятно прошла так средне согревая так что тут еще я узнал особенности это использование вина бренди и выдержка в дубовых бочках в течение пяти месяцев придает нежный аромат и конечно вкус давайте еще по чуть-чуть бутылка интересно никогда таки не встречал рифленая здесь удобно и наливать дата кстати 8 10 21 год сейчас 23 21 ну мед 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 шикарно шикарно я даже дайте я открою пусть она подышит немного насадится запах бомба запах бомба даже интересно из коньячницы ее попробовать давайте друзья ваше здоровье ну модера я не знаю мне васандра модера кстати 40 я 40 градусов я здесь не чувствую как на заявленных это может за всего этого а-ля купажа мне первый раз повторюсь стал сталкиваясь со старкой мне нравится мне нравится дело в том что она хорошо вообще так заходит и у меня сегодня на закуску я взял мне супруга приготовила киви орешки курага и сырок давайте чуть-чуть сырка что нам пишут в интернете мне просто интересовало никогда не сталкивался мне товарищ говорит ты пробовал старку я говорю нет что это я слышал но не пробовал кстати меня белорусскую старку очень рекламировали я знаю что у моих коллег есть обзора на белорусскую нужно будет глянуть это не обращал внимание это мне товарищ подарил говорит на на обзор вернемся к теме так в сети что нам пишут старка это нечто среднее между водкой и вином хотя по сути является настойкой слегка обжигающий слегка правильно вот правильно говорят слегка обжигающий слегка обжигающий не сильно не сильно обладающий ржаными нотами и сложным ароматом ржи здесь не почувствовал друзья я не знаю может конечно из-за того что она медовая но ржи я здесь не почувствовал нам еще говорят что она чем-то напоминает коньяк нет коньяк она мне не напоминает опять таки может быть из-за того что она медовая и эту данный напиток называют часто славянский виски я сейчас вспоминаю то что вот что я из виски пил с медом это был джимбим медовый и если не ошибаюсь джек дэниелс медовый ну вы знаете я вот честно даже не скажу как если сравнить сейчас я так сходу если но это наверное на эмоциях мне если сравнивать с джимбимом и джек дэниелсом мне больше старка медовая понравилась так что еще говорят название старка связано с технологией приготовления этого напитка по сути это ржаная водка которая настаивается в дубовых бочках да понятно спирт для старки изготовляется путем двойной дистилляции перебродившего ржаного сусла в перегонном кубе что сближает производство старки с производством виски о как для более приятного вкуса бочки брались обязательно старые уже один раз использовавшиеся для выдержки вина или портвейна и поэтому имеющиеся меньшую концентрацию танинов вот интересно интересно так почитать такое но за такой напиток который никогда не уникал не знал еще что старка выпускается в россии с 1931 года друзья вы представьте себе да ну я думаю эту информацию которую я нашел в сети это наверное к обычной старке а вот с медом ну я вам говорю друзья с медом вообще шикарно шикарно запах я вот прямо сейчас вот наслаждаюсь это обалдею балдею я даже вот так что сделаю сейчас не вот оно как чутка добавим ух ты и ножки даже друзья и ножки остаются напиток хорош я теперь для тебя решил что старку буду ходить когда по магазинам ну конечно вообще другой запах там был мед а здесь прям букет раскрывается и спирты чувствуется и да друзья за вас чтоб мы были здоровы а остальное все приобретем и купим будем ну это песня друзья это песня мне очень понравилось класс я теперь его еще раз повторюсь буду искать везде на полках старка 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 мне рассказывали что есть еще вот тот товарищ тот же который мне презентовал вот эту старку говорит что есть разные старки есть какие-то травяные старки есть яблочные старки но опять таки это ну идет уже как тенденция как виски виски что же есть apple apple травяные травяные ну травят здесь же и тоже трава идет еще раз по составу что здесь зерновой дистиллят бренди вино вот вино я же еще раз еще раз это массандром массандром не напоминает и массандром модеру модеру а модера это на что это у нас дамский коньяк старка ну я думаю она вот эта старка всех здесь что и пишется 40 но я вообще не чувствуется я думаю она и барышням зайдет я вот предложу даже своей супруге попробовать как она оценит скажет настой яблочных и персиковых листьев цветы липы ну с коньячного конечно запах обалденный да я у меня останется это я наверно было с коньячного буду пить этот напиток обалдеть обалдеть давайте друзья еще раз какой вывод вывод я скажу что мне понравилось если увидите такое я не знаю где у меня товарищ брал и цену не знаю если увидеть такое и берите необычно много выпить я думаю ее можно много выпить она заходит на ура под сырок особенно вот под орешки даже можно или под фрукты сухофрукты вот здесь у меня курага есть она замечательно зайдет я сейчас еще после вот видео пару бокальчиков по чуть-чуть с орешком и с курагой старки я теперь буду смотреть постоянно на полке друзья вот такой у меня вывод первый опыт со старкой и у меня положительные впечатления если все они такие то ну но это бомба я в свой бар возьму немало бутылок но опять таки это сугубо личное мнение по данному напитку да и вообще по всем напиткам друзья от вашего конечно может отличаться давайте друзья спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и помним что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья до встречи на новых дегустациях пока пока пока